Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И если хотите, чтобы я какую-то монету проанализировал, пишите об этом в комментариях. Я каждый день записываю эти видео с теханализом, делюсь своим мнением. Это все бесплатно. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Вчера рынок рос, альткоины росли. Ну смотрите, 4,9% на линк, эфириум плюс 4,9%, айдекс 3,8%, доджкоин плюс 3,7%, юнисвап плюс 2%, биткоин 66,680%. Интересно. Давайте начнем теханализ с недельного таймфрейма. Но сначала на мой торговый аккаунт Bybit. 620 тысяч долларов растет снова. 342 тысячи USDT у меня на балансе. 60 или 70% я в кэше. 1 биткоин плюс 1%. МСРТ на 44,800. Покет на 36,800 долларов. Ворлдкоин на 25,100. Доджкоин на 19,900. Юнисвап на 14 тысяч. Тоже немного подрос. Но позиция на биткоине у меня не открыта. На 58 тысяч долларов я открывал позицию на 4 биткоина. И лучше было бы ее держать. А я закрыл на 62, потому что ожидал, что биткоин вниз пойдет. Пропустил этот рост, к сожалению. Ну, в общем, давайте на месячный перейдем. Здесь стахастик все еще в перекупленности. Неплохой рост биткоин показывает в этом месяце. Но торговые объемы пока что меньше. Но мы только половину месяца прошли, так что еще есть время. Криптогурбот все еще дает сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Желтая трендовая линия. Стахастик направлен вверх. Заходят торговые объемы на покупку. Мне кажется, что торговые объемы этой недели будут больше, чем предыдущей. На дневном мы видим нисходящий клин, из которого биткоин вышел вверх. Объемы на дневном все еще идут вниз. А стахастик находится в перекупленности. И тоже направлен вниз. Честно говоря, я бы тут шортил. Но многие, я знаю, зашли в лонг. На этой перевернутой голове с плечами. Но проблема в том, что низкие торговые объемы, они не подтверждают эту перевернутую голову и плечи. Смотрим теперь на четырехчасовом. Стахастик в перекупленности направлен вниз. Но я бы здесь не шортил. Я на бычьем рынке. Не люблю шортить биткоин. И к тому же здесь перевернутая голова и плечи. Может отработать. Она может и не отработать. Но если отработает, можем измерить расстояние по основанию. И это будет где-то примерно вот так. Да, 73 тысячи. Стахастик в перекупленности. В принципе, те же торговые идеи. Остаются пока что. Но вот это, я думаю, на 56 тысяч все еще актуально. Почему? Потому что я думаю, слишком рано биткоин вышел вверх. Это нисходящий треугольник. И мы должны пройти 70% длины перед выходом. Поэтому выход должен быть ниже. И мы не должны были выходить вверх на таких низких торговых объемах. Объемы-то не растут. Прорывался биткоин вверх, и должны были быть хорошие торговые объемы. А мы их не видим. Поэтому, я думаю, многие трейдеры попали в ловушку. Зашли в лонг. Потому что биткоин пойдет вниз. Может на 53. Но опять же, перевернутая голова с плечами. Поэтому я бы не шортил. В общем, такая торговая идея. Заходим на 56 549. Там возможно двойное дно. Риск 552 доллара. Заработать можно 17 300. С десятом плечом заработайте 173 тысячи долларов. 56 549 заходим. 100 плюс 55 997. Это такой безопасный вариант. Но можно попробовать и более рискованный. Зайти от недельно-месячной поддержки. Со стоп-лоссом, конечно. И цель такая же. 74. Соотношение тут. 25 63. 520 риск. 13 тысяч можно заработать. Так же возможно. Но опять же, я бы не шортил. Потому что перевернутая голова и плечи. Если она не отработает, то это, конечно, хорошо зайти в шорт. Но может быть и отработает. Поэтому вариант рискованный. Но попробовать можно. Это дает нам соотношение. Ну или даже вот так можно сделать. С плотным стоп-лоссом. Или сработает идея. Или не сработает. Чем это шорт. Как можно зайти. Но опять же, я бы не шортил. Потому что перевернутая голова и плечи. Но. Низкие торговые объемы. Есть вероятность того, что не отработает эта фигура. Биткоин пойдет вниз. И тогда в лонг зайдем. Я думаю, что биткоин все-таки будет падать. Потому что перекупленность. Идет биткоин вниз. Разворачивается на 60 тысяч. Идет вверх. Но еще одна торговая идея. Зайти на 56 500. В принципе, так у меня и расставлены ордера. На 60 тысяч долларов заявка на 2 биткоина. И на 2 биткоина по 56 500. Поэтому эти две заявки я уже поставил на Bybit. Попробовать поймать этот разворот. В принципе, можно и пошортить, но довольно рискованно шортить биткоин. Также у меня на споте ордера. Под додж, биткоин, покет. Давайте сейчас сделаем теханализ на эфире. И затем еще доджкоин. Сейчас выходные. Фондовые рынки закрыты. Доджкоин выходит вверх из этого нисходящего треугольника. Но опять же, всех загоняют в ловушку. Попадетесь. Почему? Потому что низкие торговые объемы. То же самое, как на биткоине. Я, ребята, думаю, что попались тут многие с этими лонгами. Позаскакивали. Видите, здесь-то не раньше мы вышли, а вовремя. Но на низких торговых объемах. Нет всплеска на объемах. Поэтому, опять же, похоже на ложный пробой. Поэтому у меня стоят ордера на покупку на 12 центов и на 10. На доджкоине. Вот я вам покажу. Смотрите. 400 тысяч. Доги хочу взять по 10 центов. И 166 тысяч по 12. Ну а теперь давайте эфириум. 3090 долларов. То же самое на эфире. Смотрите. Это нисходящий треугольник. И обычно вот так работает. Внутри создается давление, давление, давление. Выходим, когда пройдем 70% длины фигуры. Поэтому выход-то здесь должен быть. Но, опять же, низкие торговые объемы. И здесь у меня уже есть торговая идея. Я бы подождал, пока эфир опустится на 2800 долларов. И если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Баби трегистрируйтесь. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Сейчас выходные. Посмотрим, что будет с торговыми объемами. Я думаю, что многие трейдеры попали в ловушку на этом ложном пробое биткоина. Все это, конечно, растет и выходит из нисходящего треугольника. Но растет без торговых объемов. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. На биткоине я расставил ордера на покупку. Кое-что держу на споте. На 342 тысячи долларов у меня USDT. Держу разные альткоины. Но в основном в USDT. Жду пролива на рынке. Потому что я думаю, он скоро произойдет. Биткоин упадет на 56 тысяч. 52-то уже вряд ли, конечно. Но посмотрим. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И чего я жду теперь? Это очень сильного падения. Красного дня на рынке. Какой-то жуткой новости. И там я все куплю. Всех люблю, обнимаю. И увидимся с вами завтра.